Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Приближаются всенародные каникулы, которые, как выясняется в этом году, стали дольше. Но в данном случае, наверное, перефразировать можно русскую пословицу, не было бы счастья, да несчастье помогло, потому что благодаря коронавирусу федеральные власти решили продлить выходные, а власть на местах еще даже вольные еще более удлинять. Есть регионы, где уже вроде бы как люди отдыхают. Правда, нам всем говорят, это не отдых, это не каникулы, это не праздник, это мы отсижимся дома. Отсижимся, не отсижимся, но больше всего меня лично, знаете, волнует, как перенесет эту отсидку, это великое сидение, говоря старым языком, наш бизнес. Ну, большой, думаю, как-то справятся, там Газпром, там мечты сбываются, ничего с ним не будет, вот банки вообще, тут один с другим, представляете, дорогие телезрители, рапортует, вчера Греф Путин рапортовал, что доходы увеличили Сбербанк, вообще все прекрасно. Сегодня увидел заголовок ВТБ, тоже хорошо, представляете, вот кому война, кому мать родна, вроде все плохо в стране, а вот банки зашибись, все отлично. Меня поэтому больше интересует малый и средний бизнес, как он переживет этот возможный локдаун, тоже то ли он будет половину локдаун, то ли на треть, то ли на сто процентов. Потому что мы все помним, как было в прошлом году, это было очень грустно, очень грустно и очень жалко предпринимателей и всех мастей. И об этом мы сегодня и поговорим в студии. Хочу представить гостей. Это Оксана Толкаченко, заместитель директора Института экономики и управления Тверского госуниверситета. Добрый день. Это Владислав Шуриков, президент Тверской торгово-промышленной палаты. Владислав, добрый день. Здравствуйте. И Александр Андреев, соучредитель ресторана «Костер». Александр, добрый день. Здравствуйте. А вы, дорогие телезрители, можете звонить нам по телефону 300-190, у нас прямой эфир, и вы высказывайте ваше мнение. Кто-то из вас, может, посетитель спортзала, ресторана. Вот любите вы съесть бифштекс вечером. Вот любите не дома, а только в ресторане. И вы, может быть, переживать будете из-за этого. Может быть, вы ходите, ногти делаете, прически и так далее, и тому подобное. А самое главное, может быть, кто-то из наших радиослушателей и телезрителей предприниматель. Что вы, дорогие бизнесмены, которые, как считается, должны быть опорой России, настоящим хребтом, становым нашего государства, что вы думаете о предстоящих ограничительных мероприятиях, вот введении этих QR-кодов и так далее. То есть нам интересно ваше мнение, что все-таки надо сделать, потому что коронавирус – это реальность. А что делать точно не надо нашим властям? Как вот там как-то между Сциллой и Харибтой проплыть? Поэтому 3190 звоните, пожалуйста. Ну что ж, дорогие гости, давайте все-таки для начала вспомним локдаун 2020 года. Вот насколько тогда просела вся эта отрасль? Я не беру там крупные заводы, они, как выясняется, могли работать, а я беру вот малый и средний бизнес, магазины, общепиты, развлечения, салоны красоты, спортивная индустрия. Ну, акционально с тебя, как прекрасная дама. Ну, знаете, если мы берем локдаун первый, он был, конечно, неожиданный. И тут не надо, конечно, забывать об эффекте психологического характера. Все были в шоке, все столкнулись с такой неопределенностью и не знали, что делать. Сначала, я помню, все обрадовались и кинулись на пикники, погода благоприятствовала. Это хорошо помню. Только не бизнес, понимая, что закрытие и длительное закрытие, конечно, привело к реальным потерям. Безусловно, не все смогли сориентироваться и как-то приспособиться к той ситуации, которая сложилась в тот период. Если мы вспомним, это было продолжительно. Это было три месяца, когда практически все было закрыто. Потом постепенно как-то ситуация начала разруливаться в более позитивную сторону. И если посмотреть на практики, по факту, то многие мелкие компании, предприятия малого бизнеса, они не смогли перестроиться на новые рельсы, они не смогли, допустим, переориентироваться в своей деятельности, выйти на онлайн-схемы. И очень много компаний просто-напросто закрылось. И если даже посмотреть по городу, год назад, помещения, где были малые предприятия, маленькие турфирмы, различные магазины, очень много позакрывалось. Просто-напросто там было пусто. И это даже визуально говорило о том, что не все справились. Меры поддержки со стороны государства. Но давайте будем говорить откровенно, они не были своевременные, они не были полноценны, потому что органы государственной власти, они также не понимали, как поступить в этой ситуации. Я думаю, что абсолютно любой бизнесмен сегодня скажет большое спасибо за то, что хотя бы на протяжении трех месяцев они получали от государства некую помощь, финансовую помощь, которую использовали для выплаты заработных плат своим работникам. Пусть это был минимальный размер, но все-таки это была хоть какая-то помощь, хоть как-то позволяла продержаться в столь сложный период малым предприятиям. Поэтому, конечно, я считаю, что урон был нанесен существенный. То, о чем говорят у нас очень много, и все мы говорим о поддержке развития малого бизнеса. Первый локдаун нанес серьезный удар. По факту, спустя практически уже полтора года после того момента, говорить о том, что у нас все стало замечательно, и малый бизнес восстановился, я бы, наверное, не стала. Кто-то из малых предприятий сумел хоть как-то приспособиться, кто-то не выжил. Но я думаю, что среди малых предприятий, уж тем более на территории Тверской области, единицы, которые повысили свои финансовые результаты, которые вышли на какой-то более качественный, высокий уровень развития. Сегодня малый бизнес, он действительно выживает. Владислав, а что вы думаете? Вы все-таки общаетесь как раз с предприятием, предпринимательным, причем, самое главное, из-за самых разных сфер. Да, но я, прежде всего, с вашего позволения, разделил бы на две части, но очень условные. Это те, кто работает в сфере промышленности, и те, кто работает в сфере сервиса. Вот промышленность, несмотря на все нюансы, это коснулось в меньшей степени. Фактически, благодаря решению региональному, у нас в прошлом году была только неделя нерабочая, а президентская, а дальше все предприятия вышли на рабочую схему. Да, там были свои проблемы, как с персоналом, так и со сбоем самого ритма работы. Однако, если говорить вот именно как в целом направлении, то промышленность, в том числе благодаря усилиям региональных властей, она оказалась в более привилегированном положении, с хорошей точки зрения, то есть с точки зрения отсутствия на нее такого пресса. Кроме того, вы затронули совершенно справедливо тему, в том числе, как отреагировали не только федеральные, но и региональные власти. Если по промышленности, я могу несколько примеров привести, но один из позитивных это по фонду развития промышленности Тверской области. Мы единственные в стране, кто выдает деньги под совершенно минимальные проценты на оборотный капитал, то есть до 20 миллионов рублей. Здесь я хорошо знаю, поскольку сам там председатель экспертного совета. Поверьте мне, многие организации, которые получили эти финансовые средства, в значительной степени за счет них и смогли продержаться. Кстати, программа работает и сейчас, продолжается. То есть вот эти вот, это один из примеров, рычаги, они сработали. Второе направление, совершенно иное, это сфера сервиса и услуг. Она, конечно, по сравнению с промышленностью пострадала наибольшим образом. Но если сравнивать с другими регионами, то не все так плохо, как у соседей. Да? Да, но торгово-промышленная палата общероссийская система, если мы говорим о нашей стране только. Она так-то вообще мировая. И поэтому информация со всех регионов к нам поступает достаточно оперативно. Можно со многими сравнивать. И я иногда читаю там послания от наших коллег, и смотришь, господи, боже мой, мы уже давно забыли про это, а они еще только продолжают с этим бороться. Вот такой момент он тоже присутствовал. Кроме того, по уровню обращений с точки зрения фиксации форс-мажорных обстоятельств, это были сотни и даже можно тысячами считать обращений со стороны наших предпринимателей. Торгово-промышленная палата фиксирует форс-мажорные обстоятельства. К сожалению, до того, как наступил этот период коронавируса, все обращались с форс-мажорами в тексте договора, как, ну там что-то про землетрясение и наводнение, читать не будем, давай дальше. Вот, потом пережили стадию, не могли бы вы нам дать справочку, ну и, наконец, перешли к пониманию, что вообще-то это экспертное заключение, и есть в законодательстве четкое обозначение, что это. Вот под форс-мажор, могу вам сказать, из 100% заявлений, если их так взять в прошлом году, попало приблизительно от 5 до 6. с точки зрения удовлетворения ихнего запроса, в том числе именно потому, что на него раньше никто не обращал внимания. Ну, естественно, большая часть этих обращений – это тех, кто арендовал помещения в торговых центрах или других нежилых помещениях, где именно вот эта вот сфера торговли, обслуживания, сервиса и базируется, и которая попала под основной удар. Ну и завершая эту длинную свою речь, посмотрим даже на статистику, у нас уменьшение количества индивидуальных предпринимателей реально. Оно и тенденция была и до этого, да, ну и по численности оно уменьшилось в 2020 году тоже. Правда, тут уже на переломе с 2021 года начинается спорный момент, поскольку самозанятые включились в борьбу за численность. Но это отдельная тема, но если говорить о статистике, то она отражает, в том числе, общую тенденцию, что, к сожалению, по малому предпринимательству, когда мы говорим об ИП, количество таких организаций и людей уменьшилось. Хорошо, мы сейчас уходим на небольшую рекламу. Дорогие телезрители, жду ваших звонков. Что, на ваш взгляд, стоит делать органам власти, чтобы помочь малому и среднему бизнесу, как пережить очередные коронавирусные ограничения? Буквально несколько минут и продолжим. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о том, что нас ждут новые коронавирусные ограничения и как это коснется малого и среднего бизнеса, как ему помочь пережить эти ограничения с минимальными потерями. Александр, вот если, опять-таки, ваши воспоминания о том, преснопамятном 2020 году окаянном, скажите, как вот тогда наш Тверской общепит, в частности и ваш, конечно, в заведении, ну и вы общаетесь с коллегами. Как тогда общепит пережил вот эти полные схлопывания, фактически, рынка? Ну, все произошло в конце марта, когда никто не ожидал. Нам было, ресторану нашему было полгода, и мы только встали, скажем так, на правильный путь, и случилось невероятное. Стали закрываться все, и нам сказали закрыться. Соответственно, мы закрылись на полгода. Мы потеряли, ну, как бы, тот рынок, который мы хотели завоевать, и который тех гостей, которых мы хотели привлечь, ну, естественно, все разошлись в разные места, где были доставки. Ну, наш ресторан производит такую продукцию, ну, которую, как бы, на доставке особо мы не рассчитываем. Ну, а что у вас там такого, что не рассчитываете? У нас своя оригинальная подача, у нас свои блюда, которые нужно есть горячими и сразу. И они готовятся не какие-то заготовки у нас, и мы разогреваем, а мы готовим сразу. То есть гость пришел, заказал блюдо, и мы сразу под него начинаем готовить это блюдо. И когда, соответственно, происходит какая-то доставка, может быть, продукция не совсем горячая приходит, и разные места, куда это доходит. Ну, ведь, мне кажется, и у других ваших коллег тоже, ну, не все же пирожками торгуют, которые микроволновку, и все. У других тоже там и бифштекс, там, условно говоря, там цыпленок табака. И мне тоже все время было интересно, вот они, доставка, но наверняка уже остынет. Совершенно верно. Мне кажется, такой момент, все-таки позиционирование каждого ресторана, оно свое, да? Очевидно, у вас была ориентация такого клиента. У нас оригинальная подача каждого блюда. У нас и с огнем есть блюдо, и блюдо, которое не должно вообще остыть. Соответственно, когда есть какие-то блюда, некоторые позиции, которые мы можем отправлять в доставку, и человек разогреет, и будет также наслаждаться блюдом, но это не все позиции. Наш ресторан именно вот этим вот и гордится, то, что мы можем это предоставить любому. Костю? Вот, и для нас, конечно, это было очень серьезное потрясение, то, что нас закрыли. И когда мы открылись вновь в августе месяце, мы стали приглашать, набирать обороты. Буквально на прошлой неделе мы отметили два года ресторана. Вы восстановились, вот о чем я спрашивал Оксану, вот можете сказать, что люди вернулись? У нас вернулись люди, да. У нас стало больше людей ходить. У нас наконец-то как бы пошла реклама, которая не по телевидению, по радио, а именно... Сарафонный радио. Да, совершенно верно, из уст в уста. Что люди зашли к нам в ресторан, посидели, покушали, увидели атмосферу, вид на Волгу. И, соответственно, они уже передают другим людям, что очень понравилось обслуживание. На сегодняшний день очень многих гостей, которые приходят и говорят, что одно из самых лучших обслуживаний в нашем городе. Скажите, а вот если... То есть это хорошо, что вышли на прежний уровень, даже выше. Но тогда, помните, у вас были еще проблемы, что с вас начали требовать за свет, за электричество. Мы тогда к вам даже выезжали, потому что и Антон Стамплевский, наш полупред, это по защите предпринимательства, вам пытался помочь. Скажите, то есть в этой связи, вот то, о чем я говорил, вот вы сейчас задним числом, что можно сказать про меры, предпринятые государством? Что было правильно сделано? Потому что, опять-таки, коронавирус, из песни слов не вытянешь, он есть. А что вот, на ваш взгляд, не надо было делать? Ну, если мы столкнулись с такой ситуацией, это весь мир столкнулся, и это был первый раз вообще во всем мире, и никто вообще не знал, что делать. Я думаю, что любые меры, которые были приняты государствами, не только нашим государственным государствами, о закрытии или о каких-то мерах предосторожности, я думаю, они всегда правильные. Потому что, ну, люди не глупые сидят и об этом рассуждают и приводят к тому, чтобы весь мир существовал дальше, а не в один прекрасный момент все накрылось. Поэтому, ну, что произошло, то произошло. Тут винить, я думаю, что даже вообще никого нельзя. Единственное, на сегодняшний день надо как-то уже по-другому рассматривать. К сегодняшнюю мы вернемся, но мне просто, возвращаясь к тому, вот, опять-таки, помните, электричество просто, дорогие телезрители, для понимания вы скажете, а зачем ресторану свет? Тут даже никто не ходит. Но осталась продукция, понимаете, замороженная, и ее нужно поддерживать. То есть, для понимания просто, я же молчу, сигнализация и так далее. Ну, просто элементарно люди купили дорогие продукты. Речь идет не о сухариках, а там, скажем, морепродукты, рыбы. Сами знаете, почему все это, мясо в том числе. И все это нужно содержать в холодильнике, ибо не выпьешь. И не съешь это за один день. Поэтому, что называется, рестораторы попали. Но у меня вопрос. Неужели наше государство не могло сказать нашим энергетикам, доблестным всем этим нашим крупным компаниям, ребята, давайте пока на 100 платежей, потом запишите в долговую книгу, потом они вам будут отдавать. Но сейчас людям нужен свет, а денег у них нет. Вот, на ваш взгляд, неужели наше, Владислав, вот тоже наше государство не могло сказать энергетикам, которые вовсе не частные такие прям компании, как любят про себя говорить. Мы теперь капитализм, сами по себе. Не сами, не по себе. Они все в той или иной степени государства. Неужели нельзя всем, где было структурам сказать, давайте пока мораторий на платежи стороны бизнеса. Как вы думаете? Ну, если говорить о государстве российском, то, судя по информации, которую мы с вами имеем как пользователи, оно может сказать кому угодно, что угодно, чему свидетелями мы являлись. Если энергетикам это не сказали, значит, не сочли необходимым или же посчитали с экономической точки зрения, что с энергетиками лучше не связываться, а с них проще получить те же доходы в бюджет, чем с мелкого бизнеса. То есть пожертвуем малым ради сохранения большего. Большого бизнеса. Ну, пожертвуем малым. Вот, по крайней мере, такой вариант тоже возможен. Вы знаете, если переходить вот чуть-чуть уже к текущей ситуации, как мы сделали, сейчас, например, в преддверии ограничений, которые по работе планируются, ясно, у нас с выходных, затронут вот эти три рабочих дня и праздники, торговая промышленная палата Российской Федерации, она как предложила? Раз дни нерабочие, давайте тогда и системы налогообложения, и начисления вычтем налогообложения за эти дни, как за нерабочие. Ну, то есть, вроде тогда выводение из бюджета будет относительно косвенным, скажем так, хотя термин не совсем экономический, финансовый. Это первое. И точно так же определенно сделать послабление или распоряжение, если хотите, банкам, чтобы на эти дни можно было учесть по кредитной задолженности соответственно такую же ситуацию. Ну вот, во второе, я верю, как-то меньше, потому что, как вы сказали, банки-то там вроде как все нормально. И в обратную сторону... Они же опять-таки тоже у нас вовсе не частное государство и может сказать. Гриф к тому же самому. Ну, ровно, это же не 100% государственная собственность. Но государство может договариваться. Но государство владеет большей частью акций. А когда ты большая часть владеешь, уже можно не договариваться, можно сказать. Ну, смотря в каком банке, и не всегда большая часть. Роман, ну это же... Тут не все так просто, Роман. И тут вопрос договоренности. Опять-таки, банки могут спокойно и красиво отказать органам власти. А органы власти, влече раз, могут спокойно и красиво отказать в мерах поддержки той или иной. Ну, такие крупные компании, как Сбербанк, они на самом деле имеют хороший авторитет, и их не надо так поддерживать существенно. А в чем ты перед Путиным вчера отчитывался-то? Ну... Раз он сам по себе самостоятельная колбаса. Не, у нас и так поддерживается банковский сектор. Ну, о чем мы говорим. И пандемия как раз создала для банка идеальные условия. Все меры поддержки даже в отношении не только малого бизнеса, а даже физических лиц, да? То же кредитование, льготная ипотека. У нас тут третья сторона появляется. Банки, которые на этом колоссально заработали и зарабатывают. Почему бы государству прямо лично, адресно, из бюджета не представить какую-то определенную дотацию на ту же ипотеку, тому же малому бизнесу? А у нас все идет через вот этого третьего субъекта, через банк, который, в свою очередь, на этом очень хорошо зарабатывает деньги. Здесь есть пару моментов. Первое, возвращаясь на полшага назад. Неважна форма собственности. Государство может сказать любому, и он сделает. Если про банки беспокоиться, достаточно центральному банку занять определенную позицию, и все остальные скажут, что они всегда так мечтали поступить. Конечно. Деньги берут в центробанки, а не с нашего вклада в копейшетах. Да, но опять-таки мы возвращаемся к тому же, если банковский сектор. Да, кстати, насчет все-таки вот с коллегой, тут есть нюансы, не всегда могу в деталях согласиться. Нормально, а вы не соглашаетесь, у нас демократия здесь. Банковская структура, понимаем, что это ей выгодно, когда проводятся в том числе и все меры поддержки через нее. Но возникает встречный вопрос, через кого тогда проводить, если не через них. А через центробанк никак? Центробанк не обладает такой системой, а казначейство тоже не обладает такой системой. Куда пойдет любой предприниматель? Или вы создадите сумасшедшую очередь в условном отделении центробанка? Оно не предназначено для этой работы. Но опять-таки вопрос, то есть стоит ли сейчас с точки зрения вы федеральное руководство принимаете решение, стоит ли сейчас ограничить позитивную сферу, которая таскает совершенно спокойно каштаны, и даже не из огня, это банковскую. Вопрос, чьими руками таскает? Или же, да. Или опять перейдем к тем, что, ну ладно, они как-нибудь переживут. Тем более, частный предприниматель, он гибкий, он себе не доплатит, сам не доест, но бизнес будет спасать. Многие не пережили в том-то и дело. Да, но кто-то не выдержал, конечно. На их место придут другие, просто их меньше будет, и настроение у них будет иное. В этом есть проблема. Скажите, Александр, а вот тоже, как народ любит говорить, что предприниматель мог, ну помните, где 13 тысяч несчастные, а у вас повар вряд ли, я думаю, за 13 тысяч работает, правильно? Нет, конечно. Да, я думаю, официант. Я вообще не знаю, кто на этом роде может прожить, у вас есть какая-нибудь мышка, которая за печкой живет. Вот, и, дескать, предприниматели, у них наверняка есть какой-то жирок, там деньги в мешках и так далее, могли бы они 13 тысяч, а от себя еще повару там, не знаю, там сколько, 40-50 доплачивать. Есть вот такой жирок у нашего малого и среднего бинуса, чтобы своим работникам доплачивать за вот эти дни простое, чтобы человек получал свою нормальную зарплату? Вот из вашего опыта, из того, как вы общаетесь с коллегами? Ну, я думаю, что мало у кого есть такой жирок, потому что все работают, вот, если ты являешься предпринимателем, и это твой бизнес, ты не работаешь с 8 до 5 или там с 7 до 6, да, там до 2 до 3, неважно. Ты работаешь, как ты проснулся, ты начинаешь работать. И до тех пор, пока ты не ложишься спать, ты все время работаешь. И это является вот тем предпринимателем, который зарабатывает деньги. И он постоянно думает, как ему здесь уменьшить, где здесь увеличить и так далее. То есть много всех нюансов, чтобы его бизнес работал. И, естественно, те люди, которые это все делают, они очень много могут и зарабатывать, и, соответственно, у них затраты будут такие же. Никаких кубышек, которые там миллионы, никто там не откладывает. Когда ты предприниматель, ты всегда думаешь о тех людях, с кем ты завязан, для кого ты работаешь, с кем ты работаешь. И все эти затраты, они постоянно, вот ты заработал и затратил. Заработал, затратил. Есть какие-то отложения, у каждого есть семья, у каждого есть какие-то нужды и родственники. Ну, неважно, помогаешь и так далее. То есть я не думаю, что вот если мы закроемся, или кто-то там, любой бизнес закроется, и он может прожить там целый год без всяких потерь для себя. Нет, конечно. Я думаю, что это будет, ну, кто месяц, кто неделю, кто два месяца. Сколько-то можно протянуть и то. Да, и все. Дальше все равно затраты будут, они никуда не деваются. И даже если мы остановим бизнес, затраты никуда не уходят. Они могут уменьшиться, но они не исчезают до конца. А вот эти вот 13 тысяч, опять-таки, еще раз говорю, которые в том году начали выделять тогда, легко вот вам было получить, чтобы вашим поварам платить, официантам, которые вам пришлось по домам распустить? Мы даже об этом не думали, потому что это настолько те деньги, которые они, да, это деньги могут помочь, но это не те деньги, которые помогают реально. То есть... А был у вас тогда отток коллектива? Кто-то, все, черт с ним, не буду больше, официант там пойду, он на завод, который, как выясняется, работал. Или вам удалось сохранить коллектив? У нас, нам удалось сохранить коллектив, потому что у нас коллектив дружный, и изначально мы поставили перед собой определенные цели, и мы к этим целям идем совместно. А текучка, она всегда была, есть и будет. От нее никуда не деться, кто-то пришел, кто-то ушел, но это как бы в любом бизнесе все происходит. А у других ваших коллег, если вас обиделся, опять-таки, общайтесь, наверняка, тоже. Ну, были, когда повара стали массовым? Ну, я думаю, у всех, у тех, у кого слабый бизнес или какой-то непонятный, у них, естественно, могут быть эти провалы. А те, которые стоят на ногах уверенно и ровно, они, за ними всегда пойдут люди. Я думаю, что у них все то же самое, что и у нас. Я почему спрашиваю? Потому что я знаю, что у нас в Твери, я думаю, да и в области тоже, к примеру, шеф-повар, это такая специальность, за которой бегают рестораторы. То есть, мне много раз рассказывали ваши коллеги, что сложно найти хорошего повара, шеф-повара и так далее. То есть, официант еще можно, а вот шеф-повар это такая вещь. И то есть, я к чему спрашиваю, это большая потеря для ресторана или кафе, если уходит хороший персонаж. Ну, шеф-повар это практически в каждом ресторане единственный человек, который там есть, и за него любой ресторатор будет держаться и даже достанет из своего кармана деньги, чтобы ему доплачивать. И все, вопросов нет. А все остальное, да, может быть, частично потеряно. Что говорят в регионе? У нас-то будут какие-то меры? Мы слышим что-то про Петербург, про Севастополь, про Евпаторию, про Москву, естественно, другие субъекты. Вот Хакасия вообще, что-то там даже транспорт собирается закрыть полностью. На что-то там все на ослах будут, не знаю, на лошадях передвигаться. Вот, на велосипедах. Все будут дома сидеть? Да, конечно, все будут дома сидеть. Вот, поэтому что у нас-то в регионе слышно? Ну, у нас из всех ограничений, которые освещали средства массовой информации, это закрытие торговых центров крупных и вход по QR-кодам. Вроде больше никаких ограничений заявлено со стороны нашего губернатора, пока что не было. Вы знаете, единственный документ, я говорю про документы. Вот, я про это и спрашиваю, про документы, а не про слухи. Это постановление от 6 октября нашего главного санэпидемоврача. Но там же про это вообще ничего не говорится. Там речь идет о повышении количества привитых по отраслям и так далее и тому подобное. Ну, каждый-то его может прочитать, не наша задача пересказать. Остальное, это пока что при всем уважении средств массовой информации. То есть, мы оперируем интервью, есть губернатор. И есть общефедеральные средства массовой информации. Я вас перебью на звоночек. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Игорь, я индивидуальный предприниматель. Ситуация следующая. Я, например, пережил последствия того закрытия, когда мы почти 3 месяца, по сути дела, все платили и не работали. Но реально не хочется, чтобы мы были как жертвоприношения. Ситуация какая? Я, например, считаю, что нужно делать. Первое, вакцинация. Вакцинация. Необходимо закрепить это. У меня 100% сотрудников привилось. Я привился. Не считаю, что это плохо, я считаю, что это хорошо. Без этого никуда. Второе, у нас столько полиции, ведь можно, как рейды патрулей, полиция и Роспотребнадзор. Ходить, ходить, насчет соблюдения масочного режима, а это же, это нужно делать, это необходимо. В троллейбусе, в маршрутках, не в маршрутках, вернее, в автобусах, во всем общественном транспорте необходимо, чтобы все были четко в масках. В магазинах, во всех соблюдениях дистанции. Для этого надо просто требовать, и должно быть, требовать, не просто просить, а требовать. А я не хочу быть жертвой. Зачем это надо? Это неправильно совершенно. А какой у вас бизнес? Торговля. Торгую в торговом центре. Что сейчас у вас происходит? У меня все эти же аренды, у меня будут, они будут, эти же аренды, они будут продолжаться. У меня не будет такого, что я буду коммуналку платить, я буду платить аренду. Мне это, ну, никому это с предпринимателей не выгодно. Большинство предпринимателей согласно сами участвовать. Я сам готов быть добровольцем и проверять наличие масок, всего, чего угодно, что потребует администрация. Ну, лишь бы мы были открыты, вот какая ситуация. Потом еще меня волнует, почему алкогольные магазины, алкоголь будет спокойно продаваться. Люди будут радоваться, спокойно отмечать праздники, пить алкоголь, а мы будем страдать. Вот и чем это в конце концов может закончиться. Пока есть возможность, если есть возможность, давайте как-то все вместе, граждане и власти, соблюдать эти все меры предосторожности, но продолжать работать. Вот это я и хочу довести. Спасибо вам огромнейший за звонок, спасибо и успех все-таки вашему бизнесу, пережить вам все-таки эти ограничения. Скажите, вот, Александр, а вот насколько в вашем ресторане может быть действенная мера? Сразу вот тоже вопрос был о маске. Ну, а как в ресторане с маской? Ну, это смешно, это нереально. Спортзал то же самое, как заниматься бегом? Оксана, ходишь, наверное, в спортзал, ты можешь в маске представить себя? Вообще-то требования к спортзалу в том, что только персонал входит обязательно в масках, а клиенты, такого не распространяется на клиента. Логика тоже никакой, то есть, когда он бежит, он не заразит. Ну, согласись, но нереально, заниматься бегом. Ну, социальная дистанция во всех фитнес-клубах, она соблюдается, там тренажеры расставлены полтора-два метра, то есть, все требования санитарные, они выполняются сегодня. То есть, в спортзал пускают по QR-коду? А у нас пускают сейчас просто в любой спортклуб без QR-кодов, потому что у нас это на уровне региона не введено. А становление такого? Нет, у нас только по QR-кодам с понедельника ходят в торговые центры. Все остальные места нет. Частично. Простите, что перебил. Частично. А где в торговых центрах? Нет, по распоряжению. А где? А по факту? Где там написано? Нет такого распоряжения. Это опять-таки средства массовой информации со слов Рудене, Игорь Михайлович. Вот, смотрите, здесь интересно, как. У нас пока постановления такого нет, распоряжения губернатора тоже нет. Может быть, кстати, и это и не ограничено сейчас, совершенно торговля у нас в торговых центрах, да, с точки зрения закона. В понедельник единственный торговый центр, ну, я буду ссылаться только на ту информацию, которая есть у меня, не претендую на какую-то там суперистину, да. Это был торговый центр Рио, который стал посетителей пускать по QR-кодам. По QR-кодам. Соответственно, они оперировали, как я понимаю, именно вот этой самой информацией, которая прозвучала по телевидению. Что получилось? Ну, мы так, это не социологическое исследование, не научное, сразу специально коллегами говорю, но мы опрос такой первичный провели. Значит, минус 70%. Трафика. Да, и покупателей. Естественно. Причем возникает вопрос по этому торговому центру, как по многим и другим. На первом этаже торгового центра расположен продовольственный магазин, аптека, банк и пункт прививки от ковида. Куда, чтобы попасть, нужно иметь код. Нужно иметь код. А чтобы его получить, нужно сделать прививку. Нужно попасть. То есть, должно быть, о чем с выступающим можно согласиться, должно быть четкое разграничение. И это не задача губернатора, не он же должен стоять там и всем руководить. У нас есть структуры различной правительственной, сам эпидемнодзора. Если мы видим, что в торговом центре есть продовольственный магазин, значит, давайте проложим к нему дорогу. Отдельный вход откроем. Ограничим веревочкой, грубо говоря, социальной дистанцией. Лишний раз проветрим это помещение. Ну, простите, на старом воспитанном прокварцуем. Ни одна зараза обычно не выживает после этого. То есть, предпримем соответствующие шаги. И вот на эту тему должна инструкция быть от нашего главного санитарного эпидемоврача. С моей точки зрения. Что касается виноводочных магазинов, этот вопрос тоже задавали. Значит, вино, водка и прочие сопутствующие товары относятся к категории продовольственных. Поэтому закрыть просто так виноводочные магазины нельзя. Самое главное, давно их нет в чистом виде. Там, если вы знаете, там полно, самые разные еды. Да, там уже скоро, мне кажется, будет детское питание продавать. Речь идет о процентах. Я не помню, сколько там. Но там 25, 30, 35 должно быть у тебя, даже в самом жестком случае, невиноводочного. И, соответственно, ты уже продовольственный магазин, как бы ты там не назывался. Ну, возьмем там красное и белое. Для примера посмотрим. Что касается прививок. Конечно, это один из комплексов того, как надо решать проблему. Вопрос только то, что и эту вещь не надо доводить до экстремизма. То есть, делить опять на красных и белых не стоит. На привитых и непривитых. Это раскол в обществе. Это будет хуже, чем эпидемия. Если мы с вами начнем друг на дружку смотреть, как на врага. То есть, все-таки есть слова президента о том, что это дело добровольное. Да, нужно дополнительно стимулировать. Сейчас перечислять все не будем. Нужно убеждать. Но слово заставлять вызывает сразу у значительной категории людей обратную реакцию. Заставляете, не буду делать принципиально. Вот этого нам не надо. И тут получается такая ситуация, что с одной стороны, вроде бы как, президент говорит о том, что это дело добровольное. С другой стороны, нам говорят, что вот из-за того, что большинство у нас не привито, вы не пойдете ни в магазины, мало ли бизнес не будет функционировать. Знаете, тут, на мой взгляд, тоже такой вопрос. Я совершенно согласна с тем, что делить на привитых и непривитых, как два лагеря, притом враждующих, ни в коем случае нельзя. Опыт борьбы с этой болезнью, с этой инфекцией, он очень-очень маленький. И вот никто нам 100% не скажет, действительно ли 100% вакцинация населения будет являться гарантом успеха. Вот почему у нас так сложилась ситуация, что очень много людей попадает в реанимацию? Почему у нас весь коечный фонд сейчас занят? И это реально, и по Тверской области, и по Твери мы все это знаем. Не то, что откуда-то, а люди, которые там работают, которые лечатся, они сейчас находятся в жестких условиях. А почему бы не посмотреть на эту проблему с другой стороны? А может быть наша система здравоохранения, она не настолько гибка, что не может позволить в очаге эту болезнь убивать и не доводить ситуацию до такой крайности? Может быть тут какая-то еще и система здравоохранения у нас немножечко не подстроена под новый вирус? Может быть, если это было более качественно выстроено, это было бы и с меньшим ущербом, в том числе для экономики? Потому что проблема в чем? Много заболевших, ситуация аховая в больницах, там не хватает ни персонала, там не хватает ни койко-мест для лечения, поэтому давайте будем все закрывать. Вроде бы как мы спасаем людей, но мы убиваем бизнес и косвенно убиваем опять-таки определенные группы людей. Это и влечет за собой и снижение уровня жизни населения и все вот эти вот в кавычках радости жизни. Мы снизим, извините, вставлю тогда фразу, мы снижаем экономику, снижаем налогопоступление, уменьшаются деньги, мы меньше сможем вложить в здравоохранение, мы больше заболеем, мы получим и так далее. То есть вот этот круг, его нельзя организовать никоим образом. Отсюда, кстати, я почему всегда и подчеркиваю, что вот с точки зрения сохранения экономики и промышленности, те меры промышленности, которые были предприняты регионом по прошлому году, они верные. Посмотрим на бюджет региона, он вытащен за счет промышленности, потому что она работала. У нас там телефонный звоночек, извините. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Валерий, вот слушаю сейчас в прямом эфире вашу передачу. Хотел бы высказаться по этому поводу, высказать, так сказать, свое мнение. Вот у вас ведущая несколько минут назад про поводу гибкости системы здравоохранения высказалась. Вы знаете, на собственном опыте переболел ковидом и привился сейчас в настоящий момент. И вот на личном опыте видел отношение людей к заболеванию и к тем рекомендациям, которые дает наша система здравоохранения, чтобы не заболеть, либо переболеть не так тяжело, как возможно это, переболеть тяжело. Люди, на самом деле, относятся к этой ситуации очень несерьезно. И когда вот я, например, болел, я сдавал ПЦР-тест, который выявил у меня это заболевание. Сразу же, тут же, ну скажем так, был локализован, сидел дома две недели. А женщина, которая рядом со мной сдавала ПЦР-тест, у нее выявили ковид, она ни масками не пользовалась, ни перчатками, села в переполненные автобусы, куда-то поехала. То есть наша система здравоохранения, на мой взгляд, научилась лечить, ну вот в сложившейся обстановке это заболевание. Здесь больше, наверное, не о системе здравоохранения нужно говорить, а об отношении людей к этому. Вот. А что касается малого-среднего бизнеса, я хочу вот вашему собеседнику пожелать удачи, терпения и стойкости, потому что вот я как человек привитый, который ходит в маске и все соблюдает, ну, хотел бы, например, посетить тот же ресторан, кафе, приличное место какое-то. И не хотел бы, чтобы как-то в каком-то жестком локдауне находиться, соблюдая все те меры и рекомендации, которые мне, ну, скажем так, государство рекомендует соблюдать. Спасибо вам большое, звонок. Александр, расскажите, пожалуйста, ну вот все-таки, вот, допустим, сейчас губернатор примет тоже какое-то решение. Ваше отношение к системе пропуска в ресторан по QR-кодам? Вот, не только наш ресторан, но и все рестораны имеют определенные санэпидемиологические требования, которые еще и испокон веков были прописаны для всех ресторанов, кафе, баров и так далее. Есть вытяжная-притяжная вентиляция, есть определенная влажная уборка каждые два часа. То есть целый ряд требований, которые были изначально сделаны. И на сегодняшний день это как раз то, что сейчас предъявляют для того, чтобы не развивался этот болезнь. Но мы-то к этому уже готовы. Мы изначально все рестораны... Ну, это-то понятно, но все-таки скажут QR-коды. Но на сегодняшний день мы добавили перчатки, мы добавили маски, мы добавили... Ну, вот, которые... А стулеры оставили на безопасное расстояние? Совершенно верно, совершенно верно. Привили персонал в носительности. Персонал привили? Привили персонал. Не весь, не весь. Ну, мы не можем весь привить, это чисто визуальное... Можно сказать, так ли ты у нас работаешь, либо... Ну, мы стараемся... Мы больше доли, наверное, привитых. Мы стараемся прийти к этому... А может быть, это другой методом пряника? Кто привит, там премия. Я понял. Хороший экономический подход. Ну, а как же, если кнутом не получать? А представляете, как сразу стимулировать? Вы знаете, вот это разница подходов. Уж извините, да? То же самое директора некоторых предприятий говорят. Я на эту сторону как-то не смотрел. Говорят, ну, вот компенсация за нерабочие дни, да? Человек не работает, а мы ему платим. И человек говорит, опа, а мы разлагаем персонал. Он ничего не делает, а деньги получает. А завтра он придет и не будет с такой отдачей работать. Здесь можно, знаете, сколько выстроить всяких кусочков, и каждый будет право. Возвращаюсь к тому, что если вводится QR-код, то, предположим, наши сограждане, ну, тверские, да, которые посещают заведения, кафе, бары, это люди от 23-25 лет и до 55-60 лет, которые частенько ходят. Да, но старше или младше, там по разным причинам они часто не ходят или не пускают. И когда вот эти люди вот этого возраста, им говорят, можешь прививаться, можешь не прививаться, ну, на сегодняшний день я знаю, что практически процентов, наверное, 60 или 70, может, даже и больше людей в Твери и Литвирской области не привиты. Я вас понял, у нас буквально немножко, мне просто интересно этот последний момент. Если все-таки опять закроют все, вы как-то прорабатываете, все-таки, учитывая ваш весенний опыт, тот вариант, как все-таки, может быть, изменить кухню, но чтобы работать на вынос? Или снова скажете, нет, мы не тот ресторан, мы не будем наше замечательное фламбированное блюдо возить весенний? Мы тогда должны закрыть свой ресторан, открыть пельменную и пирожковую, и начать на вынос продавать. Ну, с пирожковой чем вообще закрыться-то? Ну, может быть, к этому и придет, да. Пока такой не прорабатывательный вариант, на самый крайний случай. Куар-код закроет наш бизнес, ну, точно. Люди, которые не привиты, они не придут в ресторан, а это 80%. А на вынос вы, такая ваша специфика? Соответственно, по, нет, мы можем на вынос работать, но на вынос работать... Лучше хоть как-то, чем никак. Лучше, чем... Вы поймите, если сейчас куар-коды введут, придет из того количества посетителей, которые к нам ходят, ну, например, образно 100 человек ходят к нам, а скоро кодами к нам придут, ну, там, 10 человек, в том же режиме. Электроэнергия, все затраты, все те же самые. Все те же самые, да. Персонал, мы не можем сократить персонал, потому что персонал должен быть. Мы, естественно, все затраты... У нас все то же самое, а людей будет в 10 раз меньше. Мы должны что, цену поднимать на продукты, чтобы нам возместить это все? То есть нам надо как-то выживать, пытаться. На вынос, да, на вынос, ну, это... Есть выход в этом, я не спорю. Кто-то работает вообще только на вынос, и на сегодняшний день они очень даже перспективно работают. Но мы-то открывались не на вынос работать изначально. Ну, понятно, вы как именно настоящий ресторан. Мы не знали, что мы придем к этому, конечно. Ладно, наш эфир подошел к концу. Мы говорили сегодня о том, как выживать бизнес в условиях возможных коронавирусных ограничений. Пока их не вели, будем надеяться, что наши губернские власти все взвестят и все-таки найдут какое-то соломоновое решение, чтобы наш все-таки малый и средний бизнес, ну, либо вообще в идеале не пострадал, либо пострадал, но по минимуму как-то все-таки, чтобы можно было сохранить его, потому что без малого и среднего бизнеса наш регион, да и страна в целом никуда не выживет. Мы не можем только одних наших замечательных банк, которые богатеют, выживать, в том числе и на Газпроме. Спасибо большое, уважаемые гости. Была программа «Тема дня». Крепкого во всем здоровья, а бизнесменам еще и крепкого здоровья их бизнесу.